Оу, привет. Вы ожидали увидеть тут видео по Undertale Monster Man игр? Нет. Давайте так, вы меня знаете. Как минимум если следите за моим дискордом, вконтакте, телеграммом. То, что меня зовут Глеб. Я создатель этого канала. Я им занимаюсь уже почти что три года. В декабре будет третий год этому каналу. И что особенного сегодня заснет? Вот такой разговорный ролик без особой темы. Да, всего лишь то мне исполняется 20 лет. Блин, 20 лет. А ведь два года назад я не представлял то, что я чего-то буду стоить в Undertale Monster Man community. То, что мой образ что-то да будет приносить людям. То, что я буду тем самым человеком, который будет приносить качество. Хотя мое описание канала говорит о том, что я человек, который, ну, не хотел заниматься качественным контентом. Но все же за последнее время, если вы замечали некоторые детали, я начал как-то влюбляться в монтаж сам. То есть это, конечно, не пик, но я пытаюсь максимально НДТ, так сказать, декабринанский стиль оставлять всегда в роликах. Чтобы передать суть или локацию. И что я хочу сказать? За все эти два года мне... Я никогда вам как-то в видео не говорил спасибо, что ли. То, что вы у меня есть. То, что вы меня поддерживаете. Это очень важно. Всегда поддерживать. Ну, то есть, я понимаю то, что я маленький ютубер. То, что поддержки каждый день не бывает у меня. Но все же. Когда кто-то говорит то, что я тот самый любимый ютубер, у меня... Ну, тут приятно. Слышите это. Увидите то, что людям понятно мои прохождения. Что я хочу сказать еще. В этом году я постараюсь что-то улучшить и изменить. У меня в планах как минимум... По крайней мере, я все еще в планах, если что. Это изменить вокал персонажа, которого вы знаете как... Элис. Скорее всего, возможно. Возможно. Это предположительно. Или я найму себе какой-нибудь актера, актершу. Второе. Я все просто буду сам озвучивать на русском языке. Чтобы без этого текстового генератора озвучки. Вот. Проблема этого текста то, что он требует денег. Это понятно, что он требует денег за голос. Но, вы знаете, это искусственный интеллект, который очень плохо адаптирует некоторые голоса. И... Самый лучший реальный голос, это реальный голос. Я не знаю, что говорить. Это мое первое видео, которое хочется, может быть, через какое-то время пересмотреть. Даже если не через год, то через когда-то. Когда я буду вспоминать это, скажем так, ютуберское время с любовью, теплом. Когда я буду понимать то, что я что-то-то сделал тогда. Тогда я имел смысл. Что еще сказать? Я надеюсь, что вы будете также следить за моим каналом, следить за новостями. Потому что тяжелое время, как минимум, в России, где я живу. И все, тяжелее и тяжелее публиковать эти самые видео. Нет, не то, что монтировать. Это понятно, все зависит от босса. Сколько информации нужно перенести. Сколько заснять. Нет, это все понятно. С само публикацией видео. Потому что сети с замедлением уже, ну, надоели. Как не у меня, как гражданину и многим гражданинам, которые все еще с VPN-ом пытаются хоть Discord почитать. А ведь все начиналось с видео, которое я очень мало монтировал и обучался монтажу. И вступил сюда только ради одного комьюнити MonsterMani. А точнее, даже другого комьюнити Madness Combat. А вместе этого Madness MonsterMani. Да, конечно, если смотреть сейчас на эту игру, это очень плохая игра. Но, знаете, она подарила мне ту самую популярность. Чувство того, что я что-то начал для этого комьюнити. Тогда я начал что-то пробовать. Так я как-то наткнулся на Delta Run 3D RPG. Точнее, на ремастеры тоже. Вроде бы я бы тогда наткнулся на ремейк, если я точно помню. И вот мы здесь с вами говорим. Ну, а так, на этом точно все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Глеб, основатель этого самого канала. Кто-то его все еще ведет. Увидимся в следующем ролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok